Всем привет! Кто не знает, меня зовут Маша, и я рассказываю, как продавать хендмейн за границу, а именно через сайт Etsy. И сегодня у нас главные новости Почты России. Итак, первое, обратите внимание, что Почта России подняла тарифы на международную доставку. Дальше будет слайд с новыми ценами. Поэтому обязательно перепроверьте свои цены, и если нужно, то поднимите их, чтобы в случае чего вы не вышли в минус по доставке. И второе, Почта России добавили на сайте строчку для введения кода IOSS. Поэтому теперь вы можете не писать его перед FIO, а добавляйте его только в эту строчку, и на посылке его больше писать нигде не нужно. Это только для отправок в Евросоюз. В Великобритании у нас уже не Евросоюз, для нее этот номер не ищите у себя в закате. Еще момент, что этот код можно... Строчка для этого кода доступна только при заполнении через сайт, не через приложение. То же самое касается кода товара. В приложении пока что нету, не знаю, появится ли в будущем или нет, доступно только при заполнении через сайт. Сейчас я покажу видео, как теперь это будет выглядеть, где находится эта строчка и, в принципе, где ее искать. Итак, мы, как обычно, заходим на сайт Почты России, нажимаем «Отправить посылку». Пускай у нас будет Испания. Пишем вес 100 грамм, выбираем все как обычно и оформляем. Данные получателя и переходим к нашей декларации. Здесь для Европы мы выбираем теперь евро, потому что так написано у нас в приложении к коду. И в категории «Отправление» мы выбираем «Продажи товара». После этого у вас появляется строчка для написания кода IOSS. Вы его копируете и вставляете сюда. Дальше пишем «Наринование предмета», «Количество», «Общая стоимость». В евро у вас эта сумма, она будет уже автоматически переведена. В заказе вы это увидите. Скриншот и дальше подложу. Вверх. Код. Если у вас код и не хватает цифр, то записывайте просто 4 нуля. То есть он может у вас показать первые 4 цифры без нулей. Вы просто их записывайте. Потому что без них он показывает, что ошибка должна быть 6, 8 или 10 цифр. Попробуем получить трек-номер. На этом все. Я думаю, что видео было полезно. Если это так, не забываем ставить лайк. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях. Я на них отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!